Hi-Screen Explosion мощный смартфон с 1,4 ГГц 4-ядерным процессором Samsung Exynos 4412 Quad-Core, работающий под управлением Android 4.1. Объем оперативной памяти смартфона 1 ГБ, постоянный 8, с возможностью расширения за счет карт памяти. Hi-Screen Explosion имеет IPS-экран 4,7 дюйма с HD-разрешением 1280х720. Экран, естественно, занимает практически всю переднюю панель. Под ним расположены аж четыре сенсорные кнопки управления, причем основные находятся на второй-третьей позиции, что не очень-то удобно. На дисплее имеется разговорный динамик, фронтальная 2-мегапиксельная камера, снимающая даже HD-видео, светодиод для оповещений и датчики приближения освещенности. На верхней грани расположен аудиоразъем, на левом торце имеется microUSB разъем, снизу ничего нет. И, наконец, на правом торце аж три кнопки управления, включение питания блокировки экрана, двухпозиционный регулятор громкости и клавиша включения камеры. Таким образом, как видим, все основные элементы управления производитель вынес именно на правую панель. Задняя панель изготовлена из софт-тач пластика, так что будет удобно лежать в руке и оставлять минимум пятен. Внизу имеется сеточка динамика громкой связи, логотип High Screen. В верхней части задней панели расположена 8-мегапиксельная камера, которая для увеличения фокусного расстояния несколько выступает из панели. Светодиодная вспышка и отверстие микрофона. Кстати, эта модель внешне очень похожа на престижевый мультифон 4500 Duo. Там также выступает камера, там и там они 8-мегапиксельные, да и корпуса по размерам похожи. Но дизайн смартфона Престижевого выглядит все-таки престижнее, как ни крути. Смартфон открывается внизу, надо просто подеть заднюю крышку. Внутри расположен аккумулятор на 2500 мАч. И на сегодня в смартфонах это самая нормальная батарея, пожалуй. Плюс, учитывая, что Explosion работает лишь с одной сим-картой, то заряда должно хватать спокойно на день-два работы. Батарея легко снимается, хотя делать это и не нужно, можно было и встроенную сделать, за счет чего еще сэкономить в размерах, как делают другие производители. Потому как карту памяти и сим-карту можно вставлять и без снятия аккумулятора. Кстати, почему-то используется микросим-карта, хотя производитель запросто мог оснастить и обычным разъемом. Крышка закрывается и никаких скрипов и люфта нет. С такими характеристиками HighScreen Explosion, естественно, показал и неплохие результаты в тестах. Antutu дал 15165 очков, VLAMO 496 баллов, ANENO MARK 56,4. Что вполне на уровне. Естественно, на смартфоне идут прекрасно любые игры. Так что, как видим, HighScreen Explosion, очень даже мощный смартфон, но правда с недостаточно выразительным дизайном. Зато и цена всего 400 долларов.